Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня давайте с вами рассмотрим тему, которая связана со щитовидной железой. Но прежде чем говорить о щитовидной железе, я хотел немножко издалека к ней подойти с позиции живота внутренних органов, с позиции рефлекторных связей. Ну, рефлекторные связи я уже наверное где-то объяснял, но еще разочек я напомню, что между органами и тканями, которые на нашем теле располагаются, присутствует тесная связь. Возьмем, например, печень. И вот представьте, что представительство печени является большой палец на правой ноге. Если с печенью что-то происходит, большой палец начинает как-то отражать это, начинает страдать тот же сам сустав, появляется вальгусная стопа, если это длительный процесс. Ногтевая пластинка начинает поражаться грибком, она начинает деформироваться. Если начинает в желчном пузыре формироваться камни, то появляется натопош на этом пальце. То есть это ответная реакция на то, что происходит с внутренним органом. Ну и вот. И вот здесь еще другая особенность, ну другого органа. Вот предположим взять ту же почку. Почка тоже имеет огромное количество представительных участков на нашем теле. И можно о почке много рассказывать. Вот предположим, если я вижу человека, у которого слезятся или слезится один глаз, я могу предположить, что здесь слабость почки. Или наоборот, сухие глаза это тоже слабость почки. Выпадение волоса с головы это слабость почек. Снижение потенции это тоже слабость почек. Вообще 16 функций отмечает восточные рефлексотерапии, которые принадлежат почкам. Но самое из них еще для нас вот интересное, это функция, которая связана с с мышцами на шее. И вот представьте, что вот по боковой так называемой акселярной линии располагаются мышечные группы. То есть здесь, если мы с вами будем рассматривать шейный отдел анатомически, то здесь находятся как бы мышцы. Мышцы передние лестничные и задние лестничные. Так вот эти мышцы имеют какое-то отношение к почке. Как это понять? Да дело в том, что если с почки что-то происходит, возникает напряжение этих мышечных групп, ну и естественно сдавление фиброзных колец, идет компрессия, и тогда мы наблюдаем протрузии, которые возникают на шейном отделе. Мы наблюдаем тут и грыжи, которые появляются. Ведь что может вызвать появление грыжи на шее? Так вот это избыточное напряжение мышечное, которое дает проблемная почка. Ну вот, а какая там проблема? То ли идет, ну скажем, сморщивание почки. Сморщивание почки обязательно сопровождается напряжением тех мышечных групп, которые имеют к ней отношение. И в результате такого напряженного мышечного тонуса, который происходит на шее, ущемляется нервный волокон, который выходит с шеи и управляет сосудами. Управляет сосудами мозга, сосудами глаза, сосудами ушной раковины. И в том числе зубы и щитовидная железа. Это все кровоснабжение, которое обеспечивается шеей, нервными волокнами. И в то же время, если взять мышца, которая напряглась, она передавливает оболочку нервного волокна. И это передавливание приводит к тому, что импульсы просто плохо проходят по этому нервному волокну, и сосуды начинают просвет их уменьшаться. Они начинают схлапываться. И тогда плохо кровоснабжается десна, и мы начинаем с вами терять зубы. Если плохое кровообращение глаза, мы с вами начинаем терять зрение, потому что глаз требует крови. Так же, как и слуховой аппарат. Наша ушная раковина, то есть атолитовый комплекс так называемый, он тоже нуждается в кровообращении. Если кровообращение недостаточное, то, естественно, проблемы. И даже если мы с вами пережмем вот палец и не дадим, чтобы кровь в него поступала, то что произойдет с пальцем? Он может отмереть. И вот здесь, на этом фоне, когда идет здесь избыточное напряжение, то возникают различные патологии. И в том числе патологии щитовидной железы. И вот тогда начинают скакать такие гормоны, как Т3, Т4. Тогда начинает ТТГ подпрыгивать или там, наоборот, снижается или поднимается. Все зависит, конечно, от того, как кровоснабжается уже не только шея, но и наша голова. Так вот, представьте, что если мы с вами возьмем 10 инсультов, то в 7 случаях виновата шея. Шейный отдел, который передавил нервные волокна, которые управляют кровообращением сосудов, которые находятся в нашей голове. И если, конечно, нервное волокно ущемилось этой мышцей, сосуды схлапываются, кровь не поступает к нервным клеткам, и тогда у нас происходит либо инсульт. Ну а если, конечно, здесь происходит такое длительное напряжение, и это длительное напряжение, оно обязательно приводит к тому, что мышечные группы меняют свою структуру. Формируются миогелозы, миофиброзы, и они передавливают нервные волокна, и тогда хуже кровоснабжаемая голова, глаз. Ну и тогда, естественно, у нас склонность к инсультам, мы начинаем неадекватно реагировать, потому что, вот представьте, мозг обескровлен. И тогда начинает подниматься давление, повышение кровяного давления, понижение кровяного давления. И тут же начинают, когда мерить или исследовать гормоны щитовидной железы, вдруг находят, что гормоны-то тоже начинают скакать, и начинается лечение гормонов. А с другой стороны, достаточно иногда промассировать шею, снять напряжение с этих мышечных групп. Да, конечно, это болезненно, но должна быть умеренная работа, не надо фанатизма. Потихонечку, убирая напряжение вот с каждого сантиметра нашей шеи, мы добиваемся того, что освобождается нервное волокно, оболочка, отек с нее уходит, и тогда импульс начинает проходить, сосуды открываются, человек начинает лучше видеть, лучше слышать. А самое главное, мы с вами сейчас говорим о щитовидной железе, улучшается и кровообращение щитовидной железы. И вот тогда, иной раз, и мы наблюдаем такое явление, вроде занимались шеей из-за того, что человек терял сознание, начали ее разминать, привели в соответствие, и вдруг гормоны щитовидной железы тоже пришли в норму. Это, конечно, вроде как случайность, но если это повторяется периодичностью с определенной, то это уже появляется не случайность, это закономерность, потому что повторение, повторение предыдущего опыта или результата. И, конечно, это все приводит к тому, что улучшается микроциркуляция кровообращения и десен, то есть дольше стоят наши зубы, меньше страдают, улучшается обоняние, если бывает так, что у пациента по каким-то причинам пропадает, вроде со временем, говорят, вот по старости, ну извини меня, по старости. Вообще человек или вот собака проживает свой весь век только благодаря тому, что у нее горизонтальное положение. А у нас вертикальная и, естественно, тяжесть головы, тяжесть смещения внутренних органов, оно все приводит к тому, что мышцы реагируют на это большим напряжением. И вот напрягаясь, они сдавливают, опять же, нервные волокна, которые отвечают и за синхронизацию работы внутренних органов, за процессы пищеварения, ну и много-много того, что происходит. А виноваты, конечно, и наше вертикальное положение, но это ни в коем случае не говорит о том, что, ну раз вина, значит, пусть так оно и будет. То есть нужно больше уделять себе, любимому, времени. А это опять работа с внутренними органами, даже просто поддавливая. И зная, что эта область, в основном, она зависима от почек, конечно, я не говорю, что это стопроцентная, но ведь там еще и кишечник, все зависит от той стороны, с какой стороны там находится. Там и желчный пузырь, там представительная зона, там представительная зона и, скажем так, органов малого таза. Это все имеет свое представительство в этих мышечных группах, и при их патологии возникает напряжение. И обратите внимание на тех пациентов, у которых полный бардак в животе. У них плохое зрение, скажем так, вестибулярный аппарат никакой, то есть при повороте головы вот резко повернули, он тут же начинает отъезжать, падать. Конечно, это не дело. Ну и, наверное, я не говорю только про взрослое население, но ведь мы сталкиваемся с тем, что к нам приходят и подростки, у которых проблема из-за того, что они иногда часами смотрят на свой телефон или на свой компьютер. Шея в какой-то определенном положении, она напряженная и идет с давлением, опять же, этих же нервных волокон, и возникают головные боли, височные, затылочные такой вот области. Ну и, естественно, из-за этого, из-за того, что передавливаются оболочки нервных волокон, сосуды схлапываются, хуже кровоснабжаем мозг, ребенок становится невнимательным, несконцентрированным. Ну и, естественно, здесь страдает и щитовидная железа. И вот тогда, смотришь, ребенок, молодой парень, я считаю, ребенок, если ему 20 лет, но у него уже трясутся руки, у него из-под мышек течет, руки открывает, из рук течет, ноги потеют. Знаете, то есть он начинает весь пахнуть. Почему? Да потому что здесь комплекс не только щитовидной железа, но и сами почки, которые начинают, как бы, ведь выделительная система – это не только мочевой пузырь, не только прямая кишка, но и кожа. И тогда часть жидкости, часть токсических компонентов начинает сбрасываться через кожу, и человек начинает пахнуть. Ну вот, и, естественно, если это молодой человек или молодая девушка, начинаются комплексы различные. И вот представьте, что молодой юноша или девушка, они сделали анализы, им говорят, а вы знаете, у вас гормональный фон нарушенный, вам нужно срочно лечиться. И вот они лечат свою щитовидную железу, а решения нет. Они как потели, так потеют. Ну, хорошо им повезет, если действительно там какую-то таблетку дали, и таблетка в какой-то степени заместила гормоны, или их осадила, или их прибавила чуть-чуть, то вот эта вся ситуация, она, конечно, повлияла, но она временно повлияла, потому что процесс нарушения во внутренних органах, он как был, так и остался. И, конечно, здесь нужно понимать, что органы тоже имеют тенденцию сдвижения, сдвигаются, но они, опять же, сдвигаются тогда, когда создаются дефициты и микроэлементы. И получается, что, когда мы начинаем говорить о том, что вот висцеральные практики – это те технические действия, которые позволяют привести в норму наши внутренние органы, за счет того, что мы где-то сняли застойные явления в почках, где-то в печени, где-то поджелудочная железа, желудок, но ведь теперь надо рекомендовать, чтобы человек что-то покушал, что-то попил. Ну вот. И вот здесь, конечно, если тут одновременно начинает страдать и щитовидная железа, а как страдание щитовидной железы? Да, по гормонам. Посмотрели, ага, повышенное ТТГ или там пониженное ТТГ, или Т3, Т4 не в норме. Значит, что-то нужно делать. И вот первое действие – это должно быть решение проблем с шейным отделом, а потом уже смотреть. Если отрегулировалось это, не отрегулировалось, значит, нужно увеличить дозу потребления того же йода. И представьте, для взрослого человека количество йода должно быть в пределах от 150 микрограмм до 200 микрограмм. Это рекомендация такая Всемирной организации здравоохранения. Но я могу сказать, что количество йода, потребляемого, если взять Японию, оно чуть не в десяток раз превышает вот эту норму. Но, тем не менее, от дефицита йода больше страданий, чем от переизбытка. Ну и, в принципе-то, в нашей стране я не видел с переизбытком, в основном с недостатком. И, конечно, здесь рекомендовать какие-то продукты или какие-то там гормональные, мы, конечно, не имеем права об этом говорить, потому что это должен сделать как бы врач, который конкретно занимается, врач-эндокринолог. Но, к сожалению, эндокринолог не работает с животом. Он не видит вот этих рефлексий и взаимосвязей. Ну и поэтому население начинает само заниматься. Посмотрело где-то видео, ага, там, где живот поддавливает. Потихонечку начинает поддавливать. Стало хорошо в животе. А теперь взяли, размяли шейный отдел, со щитовидкой стало хорошо. С какого времени у тебя вот развилась вот эта проблема со щитовидной железой? Ну, на самом деле, я думаю, что проблема со щитовидной железой у меня началась лет 15 назад. Был сильный стресс, однажды умерла мама, у меня начались головокружения, там был другой букет, то есть лечили не от того, что. И после этого началось, наверное, как бы чуть-чуть плясать давление. Ну, кто проверяет, когда ничего не беспокоит. И вот я похоронила, и через буквально месяц у меня вот вылез такой здоровый огромный зоб. Вот, гипертиреоз поставили мне врачи в своё время, то есть я пошла к клинику массу, ну, назначили гормоны, сказали, посмотрим, что получится, потом, если что, прооперируем, ничего страшного, это вроде рядовая операция, и проблем, в общем, никаких. Вот, ну, я как-то решила, что проблемы на самом деле есть, лишних ломбинов тоже нет. Начала заниматься самооздоровлением, вот. Ну, а тут вот терапия Александра Тимофеевича меня просто поразила на самом деле. И буквально за месяц зоб уменьшился на 70% от того, что было. Вот, ну, пока ещё хожу в водолазках, но тем не менее, я надеюсь, что ещё в месяц-полтора и можно будет носить обычную одежду, быть совершенно здоровой. То есть это мой такой настрой, чего другим людям желаю. Молодец. Удачи тебе. Спасибо большое. Но, конечно, здесь нужны специалисты, которые могли бы правильно объяснить вот это всё, потому что, к сожалению, много народа, кто нас смотрит, они максималисты. И если давить, так давить так, чтобы боль была невыносимая, или мять так, чтобы можно... А в результате происходит травматизация. И, естественно, я тех прошу, кто слушает этот видеоролик, быть очень внимательным по отношению к себе. Ну, должен быть какой-то уровень боли, но этот уровень боли не должен быть запредельным. И если рассматривать по десятибальной системе боль, то боль должна где-то в пределах 5-6 единиц из 10. И вот на этом уровне вы начинаете работать. Естественно, чтобы понимать весь этот процесс, нужно немножко поглубже войти в висцеральные практики. Поэтому я вам рекомендую просмотреть несколько фильмов, которые мы выпустили по диагностике. Некоторые фильмы по работе с органами, по самотерапии, когда человек сам может себе помочь. И, конечно, я бы порекомендовал вам смотреть специалистов, которые сертифицированы, которые уже много отработали, много времени посвятили занятиям с животом, в которых собственный опыт хороший. Ну и, естественно, тогда и результаты ваши будут хорошие. И, конечно, будьте внимательны с аортой. И, кстати, аорта – это тоже сейчас бич нашего времени. Я уже упоминал о том, что в 2000 году я собирал докторов, показывая, что такое ишемия брюшной части аорты. А вот вчерашний день, когда на приеме, представьте, из 10 в 8 случаях ишемия брюшной части аорты. И причем, казалось бы, это не только люди взрослого поколения, кому там за 60, за 70, а есть и пациенты, у которых возрасты 20 лет, 25. Но это говорит о том, что человек данный в стрессе. Ну и, естественно, если аорта в таком состоянии, то ишемия, она и в области шеи. То есть там шея тоже вся напряжена, потому что, представьте, от той же аорты питается и левая почка, и правая почка. И если питанием плохо обеспечивается из-за того, что изнутри покрывается холестерином, по-научному это называется окклюзия, так вот, представьте, если возникает такая окклюзия, то почка плохо кровоснабжается. И тут же ответная реакция напряжения шейного, грудного и поясничного отдела. Там идет напряжение, непроизвольный мышечный тонус, ущемление нервных волокон. И вот вам люмба и шалгия, плохое кровоснабжение пальцев, пальцев рук, пальцев ног. Ну и, естественно, я уже не говорю про кровоснабжение самой головы. И, конечно, если вы, не дай бог, перенесли уже один инсульт ишемический, то нужно обязательно позаботиться о шейном отделе, потому что обязательно произойдет второй, потому что вы не провели никакой профилактики. И профилактика будет заключаться в том, что нужно поддавливать, работать с внутренними органами, подминая, проминая, убирая вот эти напряженные спастические моменты. Конечно, если говорить о том, что нужно обязательно соблюдать какие-то правила, да, конечно, нужно, тогда эффект еще выше. Но если мы с вами говорим о том, что нужно помочь себе любимому, то вы покопаетесь в интернете, я думаю, что вы найдете, ну, по крайней мере, нашей лекции, где вы можете воспользоваться всем этим и уйти от гипотириоза или от гипер. Какая разница? В одном и в том, и в другом случае, чаще всего это нарушение микроциркуляции, нарушение кровообращения, как артериального притока, так и венозного оттока. И поэтому этим надо заниматься. Конечно, я ни в коем случае не отрицаю врачебную помощь, врач должен контролировать это все. Но если вы будете работать с ним заодно, используя вот эти элементарные вещи, которые помогают восстановить работу и ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, и работу почек, работу органов малого таза, то, естественно, ответная реакция улучшения состояния и щитовидной железы. И это все приводит к тому, что удлиняйте свою жизнь. Я надеюсь, что мы с вами должны прожить все сто лет, так как мы в России, мы должны прожить сто лет обязательно и принести пользу обществу. Дорогие наши друзья, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, и по мере возможности мы будем отвечать на эти вопросы, помогая вам, ну, скажем так, в самосовершенствовании. Удачи, здоровья, ну и финансового благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok